Сейчас будет, уверен, интересный доклад от коммитера Postgres Александра Короткова. Он также является основателем компании Postgres Professional. И начинаем. Большое спасибо. Всем привет. Меня зовут Александр Коротков. Я коммитер Postgres от компании Postgres Professional. И мой сегодняшний доклад будет называться «Узкие места Postgres». Начну я с небольшого дисклеймера, то бишь отказа об ответственности. От ответственности, от каких-то ожиданий к моему докладу. Во-первых, я расскажу, безусловно, не про все узкие места, которые есть в Postgres, а только про некоторые, которые, так скажем, встретились в жизни и засели у меня прямо в мозгу, так что я не могу о них не рассказать. Вообще доклад будет представлять собой некий набор случаев из жизни, которые, понятно, что случаи из жизни я не могу взять, принести сюда и показать, потому что он состоит из очень большого числа обстоятельств, которые нельзя так воспроизвести. Поэтому я проблемы, которые происходили, воспроизводил с помощью подручных средств, а именно подручное средство, которое есть в Postgres, это PgBench. Там с помощью кастомных скриптов можно разные интересные штуки делать. Ну и в докладе в моем будут всякие оценочные суждения, типа хорошо, плохо, лучше, хуже. Но все мы знаем, что если избавиться от оценочных суждений, то будет не хорошо, не плохо, а просто никак. Ну, что поделать, давайте начнем. Итак, первый пример мой будет это workload с интенсивным апдейтом. Предположим, вот у нас есть некоторая табличка с url. Урл, у него есть ссылка, куча параметров, по параметрам там еще индексы и колоночка с количеством хитов. Значит, и что мы делаем с этим, это мы хиты просто, ну, периодически инкрементят. Там приходят пользователи, там на какой-то условный сайт, мы инкрементим хиты и все это происходит. Вот, то есть, PgBench можно это представить вот так примерно. Пишем кастомный скрипт, берем там, выбираем рандомный ID-шник url. И пишем там совершенно тривиальный апдейт. Вот, на амазоновской виртуалке с 72-мя vcpu запускаем PgBench, получаем там порядка 200 тысяч TPS и примерно там 20 мегабайт в секунду записи в Storage. Вот, все класс. Предположим, нам нужно было не 200 тысяч TPS, а 100 тысяч TPS. Мы такие довольны, что у нас есть двукратный запас. Выкатили это на продакшн. Вот, на продакшне что можно наблюдать? Вот, если мы возьмем здесь рандом, например, не обычный равномерный, а zip-овское распределение и запустим PgBench, то мы сможем наблюдать, что TPS у нас стал не 200 тысяч, а 15 тысяч TPS, что примерно, ну, нет, неправильно написано, ну, больше, чем в 10 раз ниже. Вот, и при этом писаться стало на диск где-то примерно 5 мегабайт в секунду. Вот, как бы с одной стороны цифра меньше, да, но с другой стороны, если мы пересчитаем, сколько мы пишем на одну транзакцию, то это стало, тем не менее, еще в 5 раз больше. Вот, что же произошло? Почему с равномерным распределением все было так хорошо, а когда мы взяли и сделали неравномерное, то все сразу стало так плохо. Вот, а, собственно, когда у нас произошло неравномерное распределение, то возникла большая конкуренция за строки, потому что есть очень частые строки, из-за которых много процессов долбится, и пытаются ее обновить, утыкаются в локи. Вот, а следующая, может быть, более неочевидная, очевидная, а может быть, менее неочевидная вещь, что стало меньше работать техника, которая называется ход, и которая очень сильно удешевляет апдейт. Ну вот, про первую проблему более подробнее. Как в Postgres устроен лог, когда мы апдейтим какой-то tuple? Туple. Дело в том, что у tuple есть так называемый тид, это идентификатор его физического расположения, то есть страница и смещение в ней. Если много процессов хотят за один и тот же tuple побороться, то создается лог, ну, прямо в оперативной памяти, который ассоциирован с этим тидом, то есть с этим физическим расположением. И все выстраиваются в очередь за этим тидом. Но что происходит дальше, это то, что создается следующая версия tuple с другим тидом. И все те, кто все еще хотят обновить, а их все еще много, их после того, как один обновил, их стало всего на один меньше, они все перестраиваются в очередь на новый тид. И вот это вот начинается канитель с перестроением очереди, и каждый раз она становится на один меньше, но очень много работы происходит в шареной памяти, то есть фактически там сложность n-квадрат. Это очень плохо. Правильное решение, которое есть, это патч, который написал Костя Книжник, если я не ошибаюсь. Оно заключается в том, чтобы лог ассоциировать не с тидом, не с физическим расположением tuple, а с primary key, который в большинстве случаев не меняется, и тогда все становится хорошо. У нас одна очередь, и все процессы из этой очереди проходят, по очереди апдейтят эту строку. Но этот патч мы выложили, там есть проблемы, и, честно говоря, давно им не занимались, но поскольку я уже коммитер, возможно, у меня до него руки дойдут. Теперь про вторую вещь, это проход. В Postgres туплы хранятся в хипе, в плоской структуре, на которую идут ссылки из индекса. И если у нас никакое индексное поле не обновилось, то все, то индексы могут не обновляться вообще, а просто обновляться только хип. И в хипе создаются такие структуры, как hotchain. То есть просто мы по индексу нашли нужный hotchain, а дальше в этом hotchain выбрали нужный нам tuple. И все вроде бы хорошо, но оно особенно хорошо, когда мы в странице лупимся равномерно. То есть если мы попадаем в случайную страницу, то с достаточно высокой долей вероятности там найдется свободное место для того, чтобы впихнуть необходимый новый tuple. Но если у нас распределение такое косое, мы все время апдейтим одну и ту же строку, то возникает проблема, что страница в итоге переполняется, и ход по итогу заканчивается, и начинают идти обычные апдейты, которые уже апдейтят индексы. И получается так, что неравномерные распределения, они еще и для хота тоже плохие. Какой костыль можно сделать в данном случае? В данном случае можно сделать вот такой костыль. Это взять и просто выделить отдельную табличку, в которой просто считать хиты. И в этой табличке с хитами будет там всего два поля, там ID-шник и хиты. И тогда уже не надо будет обновлять столько индексов. Если погабенчим прогнать тот же самый тест, то мы видим, что TPS выросли. Конечно, они выросли не до той цифры, которая у нас была в самом начале, а примерно в два раза. А интенсивность записи в пересчете на транзакцию примерно в три раза при этом улучшилась. Такой вот костыль, который дает сравнительно неплохой результат. Резюме. Какое можно сделать по этому поводу? Первое, что нужно проводить нагрузочное тестирование на разных распределениях нагрузки и данных. И в жизни чаще всего распределения всякие самые неравномерные и, как правило, коррелированные еще между собой. И по-хорошему нужно стараться найти именно самый худший случай для себя и на него ориентироваться. И тогда вы, возможно, окажетесь правы. Потому что, может быть, в жизни будет все не в самом худшем случае, но за то что-нибудь произойдет, о чем вы вообще еще даже не догадывались. Ну и при очень таких косых неравномерных распределениях возникает конкуренция за отдельные строки, с которыми Postgres не очень хорошо справляется. И еще к тому же хуже работает ход. Ко всему этому нужно быть готовыми. Следующий пример – проблемы, которые возникают в Shared Buffers. Вот тоже случай из жизни. Накопилась куча ненужных таблиц и решил DBA их поудалять. Где-то, ну, немножко таблиц, где-то там тысяча-полторы в таком количестве. Стал он их удалять, что-то медленно удаляются с мастера, надо в параллель потоков 20-30 взять и начать их все удалять. Ну, стали удалять, с мастера все удалилось, а с репликой что-то произошло плохое. Почему-то replication lag стал линейно расти, то есть реплика вообще почему-то не движется. Для того, чтобы понять, почему такое произошло, нужно посмотреть, как устроен Shared Buffers. Shared Buffers – это, по сути, хэш-табличка, в которой ключом является так называемый буфер тег, который полностью нам идентифицирует блок данных. То есть в Shared Buffers записана какая-то табличка, какой номер блока в ней и так далее. И плюсом такой хэш-таблички Shared Buffers является то, что мы, грубо говоря, от единицы находим нужный буфер. То есть идем в нужный буфер тег, в нужный хэш-бакет, и в нем там несколько буферов проходим, находим нужный. Но проблема здесь в том, что если нам, например, нужно найти все буфера определенной таблицы и их вычистить, то мы получаем O от N большое. То есть нам нужно по всему Shared Buffer пройтись. А как мы знаем, памяти сейчас на серверах много. Shared Buffers мы любим поставить побольше, и это может занять довольно приличное время. Светлое будущее шареных буферов выглядит примерно так. Это то, что мы возьмем и уйдем от плоской хэш-таблицы и перейдем к радиксному дереву. Это, по сути, будет такое дерево деревьев. То есть вначале у нас будет на верхнем уровне дерево, которое соответствует Relation, у которых есть какие-то буфера, а на нижнем уровне уже деревья, которые делаются по отдельным блокам. В таком дереве поиск, он в принципе ставит O большое от логарифма N малое. То есть N малое здесь это число буферов конкретной таблицы. Казалось бы, мы перешли от лучшего к худшему, от единицы к логарифму от N малого, но здесь есть плюс в том, что в такой структуре у нас будет локальность. У нас буфера, которые расположены рядом, будут и в нашей структурке храниться рядом, и это вроде как считается, что хорошо. Хотя не всегда так, конечно. Но главный плюс это то, что поиск всех буферов конкретной таблицы, он будет тоже за O большое от N малое. То есть, грубо говоря, мы быстро найдем под дерево и все его вычистим. Это светлое будущее нам обещает Andris Freund. Последние года три и никак не выложит патч. Больше, по-моему, за это никто не брался. Но в Postgres 12 закомичено тоже небольшое такое облегчение. Если мы возьмем и сделаем команду drop table в одну транзакцию, несколько, то на реплике они за один проход вычистятся. То есть, теперь, если мы возьмем и вместо того, чтобы дропать таблицы по одному, сделаем это в одну транзакцию, то, глядишь, реплика-то и не умрет. Вот. Ну, резюме какое. В Postgres и реплике тяжело последовательно сканировать шаренные буфера в один поток. Вот. И, к счастью, есть уже некоторые случаи, когда можно это соптимизировать. Вот. Ну, а на практике то, что DBA делают, они просто на реплике делают шар от буферсов поменьше, и реплика успешно все проглатывает. Дальше идет. Следующий пример неприятности, которые случаются с сейфпоинты. А вернее, со случаем, когда есть много сейфпоинтов. Тут прям вообще будет вглубь, вплоть до исходного кода расследования. Тоже прям, ну, реальные случаи из жизни. Вот. Предположим, есть такой вот пожебенчевский скрипт, когда мы берем, делаем там инсерты по одному и очень много сейфпоинтов. После каждого инсерта вставляем сейфпоинт и только потом коммитим. То есть это такой скрипт, который позволяет нам сделать столько, в принципе, ну, причем копирование строк позволяет сделать нам столько сейфпоинтов, сколько мы хотим. Вот. И, значит, запускаем таким образом. Берем вот этот скрипт, который генерирует сейфпоинты, скажем, в два потока, и отдельно скрипт с обычной пожебенчевской нагрузкой. И смотрим, как будет меняться производительность обычной пожебенчевской нагрузки в зависимости от числа сейфпоинтов в первом скрипте. И тут происходит довольно интересное. То есть здесь есть какая-то такая деградация, да, плавненько идет. И вдруг при переходе с 64 на 65 происходит просадка больше, чем в четыре раза. Вот. Это довольно неожиданное поведение, если, например, в код не заглядывать. Непонятно, почему оно так взяло и совершенно ужасным образом деградировало. Вот. Посмотрим, почему так происходит. В Postgres, в шариной памяти, у каждого процесса есть такая структурка, в которой для подтранзакции, каждой транзакции, то есть, ну, грубо говоря, когда мы делаем сейфпоинт, у нас создается новая подтранзакция, у которой свой ID присваивается, все по-настоящему. Так вот, есть такая структурка в шариной памяти, в которой для каждой транзакции выделяется по 64 ID-шника субтранзакций. Вот. Спрашивается… И вот, когда мы в них умещаемся, то все хорошо. Спрашивается, как оно работает, если не поместилось. А если не поместилось, есть такой волшебный флаг, который называется Overflowed. И он ставится в true. И так вот, если хотя бы кто-то один, ну, какая-то одна текущая транзакция оказалась Overflowed, то весь снапшот, который мы берем, он тоже становится Overflowed. И что же происходит с этим Overflowed снапшотом? С этим Overflowed снапшотом мы теперь, когда проверяем визибилити, не можем просто так по ксиду сказать, видим мы его или нет. Нам надо еще сходить и посмотреть, не является ли этот ксид, а этот идентификатором транзакции, под транзакцией какой-то другой транзакции. А то, чей под транзакцией является, хранится в такой структуре данных, которая является SLRU. И будьте осторожны. Помните, что когда вы в PL, по GSQL делаете try-catch, это тоже делает save-point. То есть вот то, что я на пожебенниче показал, это выглядит достаточно искусственно. А вот когда try-catch, вложенные в PL, по GSQL, образуют более чем 64 саб-транзакции, это на самом деле происходит очень даже запросто. Хранится в такой структуре, которая называется SLRU. На слайде техническая информация по нему приведена. Она, наверное, даже не принципиально важна. Главное в том, что это структура данных, которая совершенно не рассчитана на большую нагрузку, и совершенно не рассчитана на то, что кто-то будет ходить и, не знаю, миллион раз спрашивать про то, кто чьей саб-транзакцией является. Она рассчитана для маленького числа буферов, там последовательный в рамках нее поиск и так далее. Локи там не очень хорошо разграничены и так далее. Вообще изначально коммиты тоже не надо читать, это потом слайды, если посмотрите, сможете найти, поисследовать код по коммит-хэшу. Когда-то в Postgres'е силок был обычный релейшн. Силок там, где отмечается транзакция, там закомиченная или заоборченная. Потом из него сделали отдельную структурку, такую простенькую, которая должна была работать быстрее, чем буфер-менеджер. На той нагрузке тех времен, когда это делали, оно действительно работало быстрее, чем буфер-менеджер. Потом это распространили и на другие структуры данных, в том числе и на саб-транзакции. И что же получилось так, что на многих варклоудах сегодня это работает просто ужасно. И что же нам делать теперь? Первое, что может сделать простой пользователь, это не делать больше 64 сейф-поинтов. Тогда все будет хорошо. Второе, что можно сделать, это можно залезть в код. Вы теперь знаете, как называется этот макрос. Поправить его, перекомпилить. И дальше спокойно жить до 128 сейф-поинтов при необходимости операцию повторить, при необходимости в сервер оперативной памяти там тоже добавить, может быть, или что-нибудь такое. Еще что можно сделать, это подождать, пока выйдет zhip или может быть какой-нибудь другой еще storage на основе undo. Storage же на основе undo уже не надо брать и заводить отдельный ксид под каждую сап-транзакцию. Там можно просто запоминать позиции в антологии и до них откатываться. Еще у меня есть идея, какой можно сделать секретный костыль, о котором я не скажу. Если вы придете в Postgres Pro и заплатите много денег, мы специально для вас сделаем такой дистрибутив. А еще одна вещь, которая сейчас продвигается в комьюнити, которая поможет далеко не на 100% данному кейсу, но которая все равно нужна, это то, что нужно от SLRU вообще избавляться, как от анахронизма, и переходить на буфер-менеджер. В частности, этот патч грозится выложить Amazon, потому что они сделали Аврору, в которой переделали слой доступа к диску. Им тоже SLRU не понравилось, они его выпилили. Но обещали, но так больше года ничего и не прислали. Как это обычно бывает. Еще один кейс. Очень плохой апдейт для Postgres. Просто очень плохой апдейт, который вы можете написать. Это вы можете взять и написать в апдейте просто... Ну тут V я пропустил на слайде, неважно. Но вы можете взять и написать все колонки просто в апдейте, в поле set, даже те, которые вы не меняете. Но ужас заключается в том, что Postgres не проверяет, что вы значение колонки не изменили. И если вы так напишите, то у вас не будет работать ход. А к сожалению, насколько я знаю, многие ОРМки именно так и делают. Они не проверяют, изменили вы поле или не изменили. Они просто берут и генерят такой апдейт, который берет и просто все колонки переписывает. Можно замерить примерно, какой может быть эффект от того, что мы делаем такой апдейт вместо нормального. Это возьмем обычную пожибенческую транзакцию и заставим ее делать пустой апдейт, например, поле bit, который не меняется, но мы возьмем, скажем, bit равно bit. И сделаем по этому полю еще по индексу. Примерно можно моделировать реальную ситуацию так. И вот разница, она оказывается колоссальна. То есть если мы берем и делаем такой глупый апдейт, получается примерно 7000 тпс, потому что ход не работает. А если не пишем лишние колонки, то ход работает и получается 115 тысяч тпс. Ну, мораль такая. Если вы не обновляете колонки, то старайтесь их не обновлять. Извините за тавтологию. Если у вас не получается это сделать в приложении, то можно, например, для удобства завести хранимку. Даже если эта хранимка будет делать селект лишний в базу, то, скорее всего, это все по фирпомусу в итоге окупится. И еще один пример про то, как rule-level logs оказываются очень сильно небесплатными. Потому что, казалось бы, что будет, если я напишу, например, select, сделаю for share. Так, у меня тут слайд неправильный, перепутаны местами. Но суть в том, что, короче говоря, просто пожибенческий read-only тест, скажем, на машине выдает 620 тысяч тпс. А если мы возьмем, это тоже с неравномерным распределением, зиповским, а если мы возьмем и сделаем select for share, который лочит строку, но при этом не эксклюзивно, то у нас примерно в 5 раз производительность упадет. Вот. В чем же дело? А дело все вот в том, в чем. В Postgres есть такой механизм, который называется multi-exact. Он нужен, если, так скажем, транзакции, которые как-то связаны со строкой, больше одной. Потому что в Postgres есть поле такое, которое называется xmax. Туда можно, у каждого тупла, туда можно один идентификатор транзакции записать. А как мы знаем, когда мы делаем for share, это не эксклюзивная блокировка. И может несколько транзакций взять и заблокировать tuple for share. И что при этом происходит? При этом мы берем, Postgres берет и заводит новый multi-exact. То есть это некоторый ID, который отвечает нам за то, что данную строку с таким multi-exact залочили две транзакции. То есть поэтому multi-exact ID можно понять и найти, какие две транзакции эту строку залочили. И реализовано все это достаточно примитивно. То есть есть такая отдельная структурка с оффсетами и есть структурка с мемберами. То есть, грубо говоря, две строчки, две транзакции заблокировали одну строчку. Мы берем в мемберы, добавили две циферки. Потом пошли в оффсеты и добавили ссылку на то, куда мы закончили писать мемберы. И никакой там проверки на уникальность нет. То есть просто каждый раз туда все добавляются, добавляются новые записи. И получается, что в нашем случае, когда у нас транзакции, как бы пересекаясь между собой, делают лог форшея, то они просто берут и эти multi-exact огромным потоком генерят. То есть вот в данном примере в секунду генерилось у меня примерно 23 тысячи multi-exact в секунду. В среднем получалось, что два в сета на один multi-exact генерилось. То есть это значит, что в среднем было два, ну две транзакции лочили одну строку. Вот. Как можно из этого выйти? Такой есть костыль. Можно взять и перейти от локов на уровне строк к advisory lock. Чем отличается advisory lock? То, что это лок, который хранится в оперативной памяти. И можно видеть, что если мы возьмем, вместо того, чтобы делать select fush, сделаем advisory lock, то производительность уже будет где-то 290 тысяч TPS. То есть всего в два раза ниже, чем если бы мы жили без лока вообще. Ну, в принципе, ну как бы назревает вопрос, а почему в Postgres не сделан какой-нибудь такой механизм, который просто локи хранит в памяти всегда, да, а зачем делаются какие-то записи в тупло и так далее. Причина на самом деле в том, что если мы храним локи в памяти, то памяти у нас какое-то ограниченное количество, особенно шариной памяти, которой у Postgres ровно столько, сколько было заранее выделено. А туплов при этом мы можем лочить неограниченное количество. То есть у Postgres такой механизм, который те локи, которые мы делаем на туплы, он пишет непосредственно на диск. Но если мы знаем, что в нашем конкретном ворклоде локов, которые нам нужны, не будет запредельно много, то мы можем взять и изменить это advisory локами и будет практически, можно сказать, даже безболезненно. Ну вот, резюме такое, что если брать много row-level shared локов, то есть риск того, что мультикзакты распухнут, а мультикзакты пишутся на диск, это дополнительная дисковая нагрузка. И костыль в виде advisory лок может помочь. В принципе, это все примеры, которые я хотел рассказать. Я уложился сильно меньше, чем полчаса. Надеюсь, что эти примеры кому-то помогут, кого-то спасут от необдуманных решений, от необдуманной выкладки чего-либо не работающего в реальной жизни на продакшн. Всем спасибо большое за внимание. Буду рад выслушать ваши вопросы. Спасибо. Добрый день. Скажите, а каким-нибудь образом диагностировать вот именно эти проблемы можно? Потому что тут изолированная ситуация, когда мы знаем, что мы проверяем, а когда у нас на продуктиве внезапно начинает все тормозить, как понять, откуда оно взялось? Есть какой-нибудь способ по каким-то из перечисленных проблем? Спасибо. Да, наверное, этого не хватает в моем докладе. Я согласен. По мультикзактам, например, можно просто системными функциями получить номер текущего мультикзакт офсета и мембера. И таким образом можно просто мониторить, сколько их генерится. И исходя из этого понять, что у нас какая-то проблема есть, что мы генерим слишком много мультикзактов. Так, давайте я пройдусь, может, по примерам, что-нибудь расскажу по диагностике. По поводу того, насколько часто используется ход, я, честно говоря, не помню, есть ли в системе статистика или нет. Есть, да. Есть. Ну, в общем, нужно тогда мониторить частоту использования ход. И если вы смотрите, что, например, индексные колонки не обновляете, а ход используется слишком редко, то это тоже повод задуматься. Сейфпоинтами. Вот, кстати, даже не знаю, есть ли у Postgres какая-нибудь метрика, чтобы мониторить сейфпоинты. Ну, возможно, что даже и нет. Можно, что можно сделать? Ну, можно взять Postgres с дебаг-символами, поставить, посмотреть перфом. Вот. Что еще можно? А, ну, можно еще, в принципе, понять на уровне операционной системы, определить, что мы в директорию ПГ-саб-транс очень часто заглядываем. Тоже такой косвенный метод диагностики. Ну, то, что реплика залипла на наши RedBuffers, можно понять, запустив опять перф. И что-то больше не знаю, как это понять. Что? Ну, ГДБ, да, ГДБ, перф. Все наши любимые инструменты, которыми должен владеть любой Postgres-овый DBA, наверное. Так. Ну, и по первой проблеме... А, по первой проблеме можно, ну, понятно, ход мониторить. И еще можно мониторить PGE-лог. Если у вас транзакции выстроились в лог за тупол, ну, вы это увидите по PGE-лог, вполне явно. Это, наверное, то, что проще всего увидеть. Ну, в общем, я думаю, что я ответил. Давайте дальше. Здравствуйте. Скажите, почему вы сказали, что Advisor-лог – это костыль? И как тогда же их правильно использовать, чтобы не называть их костылями? Спасибо. Ну, вот дисклеймер было про оценочные суждения. Ну, то есть, в принципе, я просто здесь скажу не то, что из того, что Advisor-лог – это костыль, а исходя из того, что если есть локи на уровне строк, то, в принципе, с точки зрения пользователя, ну, разумно ожидать то, что они будут работать нормально, без каких-то сильных просадок по производительности. Вот с этой точки зрения Advisor-лог является костылем. Но, по сути, как бы своей, но это вполне валидное решение проблемы. То есть, в нем нет каких-то там, каких-то изъянов таких, что его назвать. Но просто то, что, то, как мы ему приходим, оно похоже на костыль. Давайте дадим микрофон, потому что слышно плохо вопрос. Правильно я понимаю, что Advisor-лог работает только против тех процедур, которые его проверят? Да, конечно. То есть, это придется везде расставлять, в отличие от исходного. Да. Поэтому это костыль, собственно. Ну, вот опять это начинается. Мы заходим на ту территорию, где, наверное, невозможно найти истину, и у каждого дойдется свое мнение, почему костыль или почему не костыль. Вот, например, Serializable. Ну, вроде бы как, ну, такая легальная фича, да. Но, например, есть транзакция, которая использует Serializable, и есть, которая не использует. Вот. И, как бы, если у вас все транзакции используют Serializable, то все хорошо. Только кто-то открыл ту, которую не использует, она возьмет и всю эту вашу высокоуровневую логику, которая на этом Serializable основана, порушит. Но, как бы, оно вроде бы так и должно работать. А, пользуясь тем, что у меня микрофон, я хотел спросить, а зачем при удалении таблицы немедленно из Shared Buffers вычищаются ее блоки? Чтобы потом не захотелось эти блоки вытеснить. Так это же хорошо, они просто сиротски их вытеснят когда-нибудь. Ну, таблицы нет, блоки есть. Смотрите, хорошо, я отвечу. Первое, что нужно для того, чтобы это реализовать, это нужно отказаться от того, чтобы кидать ошибку, когда мы вытеснили блок и вытеснили буфер и не нашли там блока. Вот. Как бы этим мы немножко теряем. Ну, нашу способность определять ошибки. А что это за ошибка типична? Ну, ошибка, как бы файл куда-то делся, не знаю. Пришел антивирус на винде и удалил файл релейшн. Да. Тут простое соображение. Сейчас багерайтер и чекпоинтер всегда верят, что у них, если они что находят в Shared Buffers, они могут это записать. Значит, если мы оставляем страницы от несуществующей таблицы или индекса, теперь нужно учить багерайтер и чекпоинтер о том, что они, во-первых, должны уметь пережить ситуацию, что файла нет. Лучше такое вообще не допускать. А тогда они должны на каждой странице слазить и узнать, а существует ли она. И заодно еще остановить транзакцию, которая хочет это снести. Ну, с тем, чтобы она не снесла эту таблицу, пока мы ее пишем в диск. Ну, то есть там сразу проблемы начнутся со взаимодействия, с конкурентным взаимодействием. Я понял. Ну, да. То есть может быть такое, что багерайтер прямо в данный момент что-то пишет, а мы решили взять и удалить таблицу. То есть тут может, например, произойти то, что какой-нибудь из файлов таблицы остался. И еще одна проблема в том, что в Postgres ойды, ну, это больше теоретическая проблема, да, но 32-битные ойды, они перекручиваются. Вот. И дальше, ну, как бы есть риск, что создастся таблица с таким же ойдом. Вот. И она вдруг внезапно унаследует те буфера, которые были от удаленной таблицы, если их никто не успел еще вытеснить. Ну, это такое уже немножко надуманное. Спасибо за доклад. Спасибо. У меня тоже вопрос по поводу репликации и удаления таблиц. Это такому проблеме на реплике подвержены все виды репликации? То есть с binary log, когда идет репликация тоже? В смысле, ну, logical decoding. В Postgres нет binary log. Это в MySQL есть. Ну, логическая репликация, короче, ну, тоже подвержена, да. Ну, как бы она все равно же, если она... Я не знаю, на какой стадии сейчас, честно говоря, я не следил репликации DDL. Вот. Но, в принципе, просто из-за того, что мы реплицируем DDL, ну, мы тоже реплицируем DropTable, и он на реплике тоже будет брать и дропать все эти буфера. Ну, то есть тут, как бы, кроме удешевления самого вычищения буферов, поможет только параллелизм в репликации. Потому что на мастере мы можем взять и, если хотим, запустить в параллель этот DropTable там, да. А, ну, на реплике не можно. То есть сейчас эта проблема на всех видах репликации в Postgres есть? Да, всех видов репликации касается. Понятно, спасибо. Не за что. Извиняюсь, логическое оно, возможно, пока не касается, потому что, возможно, оно еще не поддерживает DropTable. Но, как бы, как только будет поддерживать, сразу коснется. Так. Вопросы? Вот, вот молодой человек тянет руку, обратите внимание. Ну, не вопрос. Здравствуйте, спасибо за вопрос. Здравствуйте. Спасибо. На самом деле, на самом деле у нас был патчик. Патчик похожий, но не совсем такой. Он был нужен для того, чтобы, например, мы колонку обновили. А может быть такое, что есть по этой колонке expression index, а он не изменился. Ну, то есть, например, есть какой-нибудь JSON, мы в нем изменили одно поле, а был индекс по другому полю, и очевидно он не изменился. Вот. Мы такой патчик написали, и даже его закоммитили. Потом нашли в нем кучу архитектурных проблем и отревертили. И причем даже забэкпатчили в прошлом релизе, его жестоко отревертили. Вот. Ну, то есть, короче говоря, да, это было бы здорово сделать. Вот. Ну, это, к сожалению, не так тривиально, как кажется. То есть, можно написать по-простому, потом комьюнити с точки зрения архитектуры к этому придерется. А чтобы было все правильно с точки зрения архитектуры, получается, блин, непросто. И еще одно, то, что все равно будет удорожание, это сравнение того, что было, с тем, что стало. Это как бы оно может быть дешево, если мы какой-нибудь int4 записываем, да, но в Postgres ведь поддерживаются пользовательские типы. Вот. И первое, это то, что в пользовательского типа может вообще не существовать равенство, да. Ну, в принципе, конечно, это самый простой случай. Если равенства нет, то и сравнить мы не можем. А второе, это то, что это равенство может оказаться не таким дешевым, как мы ожидали. Вот. Я еще попугаю, но, правда, оно в данном случае не играет, но мало кто знает, что русский язык, он особенный. В нем буквы Ё и Е можно записать двумя способами в УТФе. С точки зрения текстовой сортировки, оно должно быть одинаковым. И оно не поменялось. Хотя значение на целый банун, его можно записать как отдельной буквой, так и буква плюс умляут. И внезапно это сильно мешает. Поэтому такие вещи тоже, когда сравниваешь на равно, нужно учитывать. Не совсем очевидно. То есть из-за этого функции сортировки, тексты и функции сортировки в B3, они немножко разные. Да. Вот как раз я на похожую вещь хотел сказать, что и Федор. Вот, например, пасгрессовый обычный тип текст, он когда сравнивает строки на равенство, он просто делает memcmp. И это быстро. А когда делает там больше-меньше, то это уже делается в соответствии с локалью и может быть медленно. Казалось, это нас как бы не касается в апдейте, потому что нам надо равенство проверить. Но если взять какой-нибудь CI-текст, то он при сравнении на равенство будет делать что-то ужасное из серии приведения обоих строк к нижнему регистру в соответствии с локалью. И вот это… Да. То есть оно может оказаться дорогим. То есть у вас, как бы, если у вас нету реально хода и вы зря проверяете, вот эта проверка, которая делается зря, она может достаточно быть существенной по перформансу. То есть как бы, ну, назревает то, что какая-то, ну, какая-то опция потребуется. То есть что не все подряд сравнивать, да, а там дать возможность, например, пользователю взять и отключить это сравнение. Саш, ты отличный пример CI-текст придумал. У вас вот с CI-текстом конкретно может такой глюк случиться, если мы зовем операцию на равно, если она действительно работает там, не учитывая кейс, не учитывая там заглавные приписные буквы. Значит, она выяснит, что значение одинаковое, а вы поменяли капитализацию. Поэтому она решит, что индекс обновлять не надо. И у вас в результате, в зависимости от того, делаете вы секвен скан или индекс скан, будет разная капитализация в этой записи, потому что индекс не обновлялся. Тут, кстати, напрашивается вывод, что тогда при апдейте нужно вообще не обращать внимание на все эти операции сравнения, а просто делать мем ЦМП. Это, во-первых, защитит нас от этой ситуации, а во-вторых, будет быстро. Я думаю, надо дать возможность еще кому-нибудь высказаться, если таковые имеются. Нет? Никого? Ну, раз никого, тогда всем большое спасибо. Мы уложились во время. Мы молодцы. Спасибо. Спасибо.